1 сентября. Все школы открывают свои двери, встречая девочек и мальчиков, спешащих за новыми знаниями. Начинается новый учебный год. Как хорошо, когда дети получают в самом начале учебного года благословения и окропляются святой водой. По уже сложившейся традиции, в этот день праздничную линейку в школе номер 89 и 87 посетил руководитель отдела религиозного образования катехизации Екатеринодарской епархии Протерея Александр Игнатов. Батюшка не просто окропил святой водой, но и провел первый в этом учебном году короткий урок. И дал задание не на день и не на год, а на всю жизнь. Цель нашей жизни в чем, ради чего и зачем живет человек. Есть хорошее стихотворение, которое я сегодня вам прочитаю. Для чего ты, человек, на земле живешь свой век? Чтобы спорить, есть и лгать, развлекаться, танцевать? Или вспомнить, наконец, что небесный ждет Отец? Так пройти свою дорогу, чтобы возвратиться к Богу? Итак, жизнь приобретает смысл только тогда, когда она имеет бессмертие. Каждый верующий человек, верующий в Бога, знает, что весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет. Мы должны помнить о том, что у каждого из нас есть бессмертная душа. О ней человек и должен заботиться больше всего. И, конечно же, уделять этому свое внимание. Ну а теперь задание, задание на всю жизнь. Есть такая пословица. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом пал. А теперь я повторю эти слова, которые, как в школе, повторяют все вместе. Запомните их, потом мы с вами вместе их произнесем. Никогда не падайте духом и никогда не давайте падать духом другим. Никогда не падайте духом и никогда не давайте падать духом другим. Желаю вам, чтобы вы были сильными, крепкими и всегда были готовы защитить Родину, своих родителей, свою школу и, конечно, свою веру православную. Поняли? Носите крестик, молитесь Богу и ходите в церковь. Хорошо учитесь и помогайте друг другу. Запомнили? И какой урок батюшка дал? Никогда не падайте духом и никогда не давайте падать духом другим. Молодцы! Праздник вам! По завершению торжественной линейки отец Александр принял участие в проведении классных часов младших классов. Вы хотите найти добрых, приятных друзей? Хотите, чтобы они у вас были такими, чтобы с ними не ссориться, а наоборот помогать друг другу? Хотите? Да! Как вас слушаете, это замечательное, оно называется «Золотое правило». Золотое правило нравственности. Не делай другого того, чего ты не желаешь сидеть. Не делай другого того, чего ты не желаешь сидеть. Хотел бы или нет, чтобы тебя обманывали? Не хотелось бы. Значит, не обманывай другим. Смотрите, какое простое и важное правило. Повторим. Золотое правило нравственности. Как оно звучит? Не делай другого того, чего ты не желаешь сидеть. Молодцы! А также со старшеклассниками. Впереди у ребят выпускные испытания. Их тоже надо поддержать и напутствовать. Нероятный Бог, ибо сам в нее поварешь. Не сомневайся, если ты поставил нож, что и похохотал над слабостью слабого, Бог опустит тебе такую ситуацию, что ты будешь со слезами молить небо и Бога. Господи, ну за что в него? За что в него пришедшая на меня беда? И тогда ты вспомнишь, что вспомни того фамилии, той девчонки, с которой ты так поступил. Ты думал, это забыто? У Бога ничего не забывается. Нет ничего тайного, сказанных священными сами, что ли стало бы явным. Нет ничего бессоконного, что не осталось бы без наказания. Я приведу вам замечательное слово святого праведного награжданства. Запомни, стрелоскорбе, пущенное в сердце ближнего твоего, Обязательно бонзиться и в твоем, потому как сказано в законе Бога, Каким судом служишь, таким судом будешь. И какой умер и умеришь, такой у вас вмер и умер. Вот очень, ребята. Никогда не делайте в Богу того, чего вы желаете себе. Вот пусть для вашей жизни вот этот первый день знаний, этот лоб будет не просто лобом, А благословением Божьим. Поверьте, если вы попробуете применить это правило в своей жизни, Вы будете счастливы. Я желаю вам счастья. Субтитры создавал DimaTorzok